Как готовить педагогические кадры в современных условиях, обсуждали накануне за круглым столом. Его провел глава республики Михаил Игнатьев. Вместе с руководителями детских садов, преподавателями, воспитателями и студентами Чебоксарского профессионального колледжа он обсудил самые актуальные вопросы образования. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Не случайно отметил Михаил Игнатьев, встреча состоялась именно в этом колледже. Его выпускники на рынке труда ценятся высоко, это подтверждают и их работодатели. Студенты начинают проходить практику в детских садах и школах уже на первом курсе. Чем больше студенты находятся у нас в детских садах, тем больше практических знаний они у нас получат. А говоря о теории, получая в стенах этого заведения, те же преподаватели, они те же опять практики, они всегда пребывают в наших учебных заведениях и дают знания порой не из книг, а из этого же опыта. Детские сады модернизируются и система подготовки воспитателей тоже должна измениться. Глава республики отметил, что дошкалят необходимо приучать к труду. Такие образовательные программы сейчас реализуются во многих садиках. Это рукоделие, это творчество, это искусство, практически даже станки. Сейчас побывал в садике и есть, где мальчишки и девушки начинают где-то мастерить и так далее, развивать тем самым мышление. На первый взгляд, с одной стороны кажется, а зачем в садике всеми этими делами заниматься? А с другой стороны, это на самом деле вот с первых лет жизни приучать нужно их к труду. Родители на работе, успевают, не успевают заниматься по наличию времени воспитанием детей. Здесь я хочу еще, Михаил Сочин, позволить поблагодарить, особенно воспитателей, которые сегодня работают с родителями. Обучают родителей, как дома надо правильно кормить ребенка. Это тоже великолепная задача и она влияет на подсознательный уровень даже, влияет на родителей. У вас мощный инструмент сегодня воспитания всей системы, в том числе родительское сообщество. Но современным стандартам отвечает не каждый детский сад. Некоторым необходим капитальный ремонт. Мы, как будущие специалисты, хотим видеть новое как для себя, так и для своих детей. И вы знаете, на территории нашей Чувашской республики есть сады 70-х, 80-х годов. И вот такой вопрос, в какой период будут эти детские сады оснащены новым современным оборудованием? Мы обязаны поддерживать в нормальном состоянии весь комплекс детского сада. У нас сейчас идет программа модернизации пищеблоков в детских садах. По мере того, как позволит мой бюджет, вот из года в год мы выделяем на модернизацию старых детских садов. Участники круглого стола отметили, престиж профессии воспитателя за последние годы вырос в разы. Вот перспективы, хочется сказать молодежи. Действительно, работа с детьми, она не только приносит, я считаю, достойную приденную зарплату, но и обновляет душу. Глава республики приехал в Чебоксарский профессиональный колледж для того, чтобы наградить студентку четвертого курса Елену Максимову. Она стала призером полуфинала национального чемпионата «Молодые профессионалы». Ее проект заслужил высоких оценок. Мы разрабатывали фирменный стиль, получается весь блок фирменного стиля для «Экосад». Фирма называется «Экосад», экологический сад. Она занимается производством семян. Было не сказать, что трудно, но тяжело, чисто психологически. То, что мы проходили именно в нашем технике, мы изучали, то и было на конкурсе. Елена говорит, что эта победа дорогого стоит. Девушка признается, за время участия в чемпионате она прошла серьезную подготовку, которая поможет реализовать будущие проекты. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова